Боже мой, тепло, блин, это вы все виноваты, всем привет! Я, вообще-то, по утрам как-то привык спать, но сейчас, правда, уже ладно, детей по школам развожу, но, тем не менее, я никак не планировал утром отвезти детей и сразу ломиться, снимать, жрать для вас ролики, короче. Ну, вы под роликом в кифсе наставили 100-500 миллионов лайков, такой, и я понял, что вам эта тема интересна. Значит, продолжаем. Сегодня у нас Макдональдс, завтрак в Макдональдсе, вот он сзади меня, идем пробовать. Да я, на самом деле, Макдональдс уже пробовал, мне очень завтрак нравится, но сегодня попробуем разобрать его поподробнее и всякое такое. Слушай, что это такое вот за штука? Напишите в комментах, почему от нее так тепло. Изумительно классно здесь, давай никуда не пойдем, на ней будем снимать обзор прям, а. У нас с собой, ой, в смысле, здесь МакМаффины и тосты, двойной МакМаффин 155 рублей. Просто двойной МакМаффин. Да что так долго-то, добавить заказ, все. Опять МакЗатрак, он возвращается обратно в меню, то есть, блин, ой, геморрой какой. Фреш МакМаффин обычный возьмем. Слушай, очень геморройно. Чикен Фреш МакМаффин, это с куриной котлетой, стоит попробовать? Давай попробуем. Я вот, кстати, никогда не брал. МакМаффин с тостом, яйцом, свиной котлетой, МакМаффин, это то же самое, что двойной. В общем, это то же самое. МакМаффин с яйцом и ветчиной. Давай попробуем. Такой я не пробовал. МакТОС с ветчиной, МакТОС, 45 и 55 рублей. И у нас еще остался на выбор, смотри. Биг Брекфаст Ролл, омлет. Большой завтрак, давай возьмем Большой Завтрак. И Биг Брекфаст Ролл. Мне кажется, мы уже все, что можно взяли. Даже есть овсяная каша и блины за 99 рублей. На этот раз абрикосовый джем. Фу, все, мы справились. Кстати, по ощущениям, еды на завтрак, вот выбор в МакДональдсе больше, чем в KFC. То есть я, ну и плюс вот эти дополнительные процедуры при заказе, они, конечно, не очень удобны. И удлиняют процесс. Так, у нас вот, смотри какой. Херак такой бесконечно, бесконечно вечный. 1053 рубля нам обошелся практически все меню завтрака. Офигенный дизайн, клево сделали, но вот этот стол и расположенные стулья, они не походят поджирных вроде меня. Мне пузо мешается, а стул отодвинуть невозможно. В общем, либо стол спилить, либо стулья отодвинуть. Ну, либо не похудеть, это третий вариант, ну, это сложнее гораздо. Так, нам все принесли очень быстро, очень быстро. Два подноса. В отличие от KFC, тут целых два подноса и Глиссе. Спасибо большое вам. Благодарю. Благодарю. Спасибо. Вот, мы отдельно дозаказали Глиссе, это уже будет от традиции. Дима любит Глиссе. Вот, Дима, один тебя. Не как в прошлый раз мы с тобой из одной ложки пили. Так, в общем, ладно, давай найдем. Значит, у нас 1000 рублей плюс 220 рублей за два Глиссе, по 110 рублей. Так, давайте начнем вот блинчик, да, это называется... Это входит в большой завтрак, подожди. То есть, вот это мы откладываем, давай рассмотрим сначала большой завтрак. Стоит 155 рублей. Это у нас... Да нифига каша не входит в большой завтрак. Вот большой завтрак, смотри. Причем, смотри, что прикольно. У них, видишь, есть такие вдавливалки на коробках. На что нажимаем, то у нас внутри и находятся, да? Смотри, здесь у нас вдавлен был большой завтрак, то есть, все четенько. 155 рублей. Блин, а что же не уходит-то? Здесь, значит, вот эти две булочки утренние, макдонсон, ну, типа чайбатные такие, они мне очень нравятся. Здесь у нас котлетка свиная, то есть, это фреш макмаффин практически, да, только в разборном виде. И омлет, причем омлет не желток отдельно, белок отдельно, а именно омлет. Такой мягенький довольно. Давай все это попробуем. Можно это собрать в бургер, по идее. Хотел сказать, а дают ли отдельно соль? И перец, и соль дают отдельно, то есть, можно посолить, и это хорошо. Потому что он не соленый, а когда он становится соленым, он становится гораздо душевнее, скорее всего. Омлетик пышный, нормальный, свеженький. Булка вот эта, она кайфовая. Она поджарена, хрустит. У нее структура клевая. В общем, я приехал сегодня реально покайфовать, потому что завтрак мака мне нравится. Но я единственный, что я в основном беру фреш макмаффин без яиц, сэндвичи, кофе. Вот меня это очень устраивает. Котлеты на завтрак отличаются от стандартных котлет Макдональдса, потому что здесь явно чисто свиные котлеты. Это плюс и минус. То есть, с одной стороны, мы все любим говяжьи котлеты. Ну, говяжьи котлеты из Макдональдса замороженные, ну, они нормальные. Вот утром очень сложно сформулировать мысли, потому что еще мозг не проснулся окончательно. После завтрака можно формулировать, но никак не до. Вот. Ну, утром свиные котлеты нормальные. Знаешь почему? Потому что они жирненькие. Свинина, наверное, жирнее гораздо, чем говядина. И как бы вот для утра хорошо, для энергии. Блядь, я не могу, что у меня не идет разговор. За 155 рублей, пожалуй, ничего особенного. Омлет, булочка и котлетка, которая такая же, как и в бургере. То есть, почему это надо брать в раздельном виде, я не очень понимаю. То есть, если можно взять, например, в виде бургера. Ладно. У нас еще есть вот такой вот блинчик. Я его, по-моему, не покупал. Либо он входит в большой обед. Если входит картофельный блинчик, то это вообще огонь. Картофельный драник. Причем, слушай, я вот как-то покупал в другом маке. Он был такой вымокший, знаешь, уже не хрустящий. А этот прям снаружи хрустящий. Ммм. Слушай, вот когда он хрустящий, это совершенно другие ощущения. Это изумительно. Либо, наверное, если в бургер класть, он там вымокает. А если вот отдельно покупать, он прям хрустящий, еще вкусный драник, серьезно. Отдельно никогда не ел, изумительно. Тост с ветчиной. Тот самый тост, который можно взять и без ветчины. Стоит он 55 рублей с ветчиной. И 45 без ветчины. Смотри, два сыра, один кусочек ветчины и булочки из чизбургера. Запеченные, перевернутые и запеченные. И вот в отличие от KFC, вот это не вымокшая. То есть она как бы снаружи хрустящая. Ну что, нормальный срезик такой. Вот это душевный тостик. Потому что в KFC, по-моему, 40 рублей стоил тост. И там как бы, ну, адская сухомярка. Здесь тоже не сказать, что прям соком брызжет. Нет, он тоже не самый сочный в мире. Но тут два куска сыра и тут ветчина. Причем ветчина, да, конечно, чувствуется вкус. Так, а зачем нам дали ложку для глиссе? Чтобы есть мороженое сверху? Глиссе это же с мороженым, Дим? Ты как любитель глиссе. Слушай, а оно сладкое. Зачем я еще сахар-то добавил? На крышечке кофе, кстати, тоже есть такие же продавливалки. То есть, чтобы тебе... А мне не продавили, между прочим. Потому что здесь латте, капучино, чай и кофе есть. Но глиссе как отдельного вида кофе здесь нет. Поэтому не продавили. Прикольно придумано. В общем, тост четенький. За 55 рублей тост прям вообще стоит норм своих денег. Так, давай посмотрим блинчики, да. Вот что ж такое блинчики от Макдональдс. В каком виде мне джемы должны положить? А, вот, смотри. Джемы кладут ровно в виде, как в школе, блин. Вот это вот вообще прям возвращает меня в столовку школьную. Джемчик и джемчик. Блины сложены пополам. Обратно разложить это уже не самый лучший вариант на самом деле. Вот такие блинчики. Они, кстати, в KFC были чуть мягче, мне кажется, по ощущениям. Но давай посмотрим, что по вкусу. 99 рублей. Плюс джем. Я так понял, джем стоит отдельно. Нет, слушай, походу... Походу джем входит в комплект с блинами. То есть 99 рублей. Два блинчика, абсолютно такая же сухометка, как и в KFC. Ничего нового. Но, наверное, если есть с джемчиком, который по умолчанию входит в блюдо, то будь норм. Да, норм. Честно говоря, ехать есть блины в Макдональдс. Это такое. Все-таки Макдональдс это бургерное. Вроде бы как, да? Поэтому есть в Макдональдс и надо бургеры. Давай это и сделаем. У нас аж 4 штуки. Смотрите, в отличие от KFC, здесь каждый бургер подписан. Здесь мы видим, что это макмаффин с яйцом и ветчиной. Чикен фреш макмаффин. Макмаффин с яйцом. И фреш макмаффин. То есть каждый из этих бургеров подписан. Давай по цене. Вот прямо сейчас на каждом из них вылезет цена. Самый дорогой, это двойной макмаффин. 155 рублей он стоит. Две котлеты. Яйцо. Ну там две котлеты, поэтому он и дороже всех остальных. Остальные стоят 105 рублей, 115 и вот этот 119 рублей. Фреш макмаффин. Слушай, ну смотри, вот эта штука, она прям пышет жирностью, пышет завтраком. Потому что здесь булочка. Мягкая чабатная булочка. Здесь яйцо уже в формате глазуньи. Здесь свиная котлета, сыр, свиная котлета, сыр и еще одна булочка. Если кому-то интересно, как это выглядит на разрезе, я покажу. Хотя и так, я думаю, что более-менее очевидно. Нормально. Мощненько. Двойной макмаффин. Слушай, вот мак, он тоже, знаешь, такой нацелен на не какие-то яркие вкусы. Потому что ты берешь там стандартные чизбургеры, какие-то вот дневные бургеры, да? И они, ну, как бы, какие-то кислые. Они какие-то вот, ну, прям вот. Слушайте, если вы наставите на этот ролик кучу лайков, и мне дальше придется снимать, то мне придется как-то график переделать. Потому что я утром реально не могу сформулировать. Мне придется вставать в 5 утра, видимо, чтобы раскачать мозг. Или какие-то упражнения делать для головы. Что я хотел сказать. В общем, короче говоря, завтраки в Макдональдсе, так же, как и в KFC, они максимально такие, знаешь, вталкивающие. Блин, давайте какой-то критерий введем, как бы, критерий нежности завтрака. То есть, такого спокойствия. Знаешь, завтрак, он спокойно должен быть. Но в Маке он такой же, как и в KFC. То есть, без каких-то... А, да. Возвращать надо было, да? Я извиняюсь. Спасибо. Короче, завтрак в Макдональдсе такой же вталкивающий, как и в KFC. То есть, тут нет, там, яркого кетчупа какого-то, там, знаешь, вот, таких вот вкусов уксусных, короче. Нежненько. Оп, иди. Четкий. Вот этот сэндвич, он вкусный. Он, на порядок, вкуснее, чем в том же KFC, чисто для моего вкуса. Потому что булочка гораздо лучше. Булочка в завтраке Макдональдса, она вообще идеальна. И котлеты. Я не знаю, вот эти свиные котлеты в 100-500 раз лучше, чем куриные, куриные во фритюре в Маке. Ой, в KFC. Мак маффин с яйцом и ветчиной. Вот эту штуку я тоже не пробовал. Полагаю, что это та же самая ветчина, что и в тосте. Все приблизительно то же самое. 105 рублей. Вот это самый дешевый, кстати, бургер. Два куска ветчины. Одно яйцо. Сыр. Одна штучка. И все. То есть тут даже нет, понимаешь, никаких соусов. И этому сэндвичу, в принципе, хватает. Ему хватает для того, чтобы быть в порядке. Вот, смотри, ничего не выливается, никакого ни мазика, ничего нет. Давай попробуем. Пожалуй, не очень удачное решение. То есть если в KFC, например, вот тоже мы брали сэндвич, где только яйцо и ничего особенного. Но там был еще майонез, и он там был очень в тему. Этот бургер проигрывает бургеру из KFC, где тоже только яйцо. Здесь тоже, по сути, только яйцо, потому что ветчина, она не играет никакой роли и не чувствуется практически. Если в тосте играет роль, то здесь она просто пропадает. И соуса не хватает. Все-таки, если бы здесь, так же, как в KFC, был, например, какой-то там кусочек мазика на яичко, это было бы гораздо лучше. Вот этот проигрывает, этот мне не очень понравился. Так, куриный чикен фреш мак-маффин. Зацени. О, тут еще и помидор. Вот это пойдет. За 119 рублей вы получаете. Вот, здесь уже какой-то соус. Ну, потому что без вариантов. Курицу подавать без соуса не вариант. И просто большой наггетс. И все. То есть помидор, соус, салат, булочки и большой наггетс. Куриный фарш. То есть это не куриный кусок, в отличие от KFC. Салат айсберг. Майонез. И розовый помидорчик. Не думаю, что он удивит. Вот это уже ближе к стандартной еде в Макдональдсе. То есть тут и такой кисловатый соус. Такие вкусы, знаешь, более знакомые, что ли, привычные. Он не нежный, он не вталкивающий. Он такой уже, это бургер-еда, что ли, так скажем. Я не знаю, кто-нибудь из вас вообще врубается в то, что я имею в виду, когда говорю, что вот есть утренние вкусы такие нежные, аккуратные, а есть дневные, когда ты съел, кайфанул такой и побежал дальше работать. Вы понимаете, или я гоню, а вы такие думаете, вот что за дебил. Я надеюсь, что не второе, хотя, скорее всего, половина все равно думает именно так. В общем, вот этот бургер, он уже дневной. Он такой бодренький, кисленький, этот соус, все, но он сочный. Я бы не взял все равно, с курицей, да ну его нафиг. Утром надо свиные котлеты, они изумительные. Это фреш макмаффин, ребят. Это то же самое, что только что был куриный, только со свиной котлетой. Вот сейчас вот мы и сравним. В нем, смотри, четенькая котлетка, тот же самый помидорчик, тот же самый сыр, абсолютно то же самое наполнение. И сейчас мы попробуем. Вот со свиной котлетой это играет. Я не знаю, свиная котлета, она как-то, как будто бы соус балансирует. Вот этот вот такой майонезно-кисленький такой соус, он его балансирует. И котлетка добавляет жирности. В том случае, курица, она сухая, ничего с этим не поделаешь. Это курица. Свиная котлетка, но она сочная, она перчиненькая. Прям вот тут мне нравится. Фреш макмаффин, я сам всегда беру, мне он нравится. Поэтому этому бургеру я ставлю 5. Куриным он 4 с минусом, пожалуй. Вот, в общем, мы попробовали. Бургеры почти все. Могу сказать, брать бургер без мяса в Макдональдсе смысла нет. Если в KFC как раз был смысл брать именно без мяса, вот тот самый с яйцом, он самый адекватный, то тут только со свиной котлетой. Для завтрака, изумительно. Булочки офигенные. То есть, булочки это number one. Вообще, я считаю, что в Макдональдсе можно свои регулярные булочки выбирать, оставлять только булочки для завтрака. Если появится Макдональд завтрак и весь день будут продавать завтраки, я буду ездить туда, серьезно. Потому что, ну, лично по моему вкусу, вот эти бургеры, они лучше, чем стандартные Мак. Я не хочу обижать там Big Mac, Big Test, они клевые все. Их тоже надо все это оставлять. Нет, нет, не слушайте меня лучше. Надо, чтобы и те оставались, и эти плюсом была возможность взять. Ну, потому что они клевые. Я такой хлеб люблю. Мне свиные котлетки нравятся, особенно утром. Я не знаю, как они поймали вот эту фишку, что утром свиные котлетки зайдут. И, в общем, все зашибись. Ладно. Но есть у них еще формат, например, Big Breakfast Roll. Я тоже его как-то брал один раз. По-моему, даже для лайв-канала что-то снимался. Не помню, понравилось, не понравилось. Сейчас заново обновим. Хорошая булка. Хорошая и качественная. Чуть-чуть остренькая такая в меру. Ох уж этот лаваш. Ну, прям реально хороший завтрак, смотрите. Омлет, бекон, котлета и картофельная вот эта штука. То есть, ну, реально тебе просто взяли. Ну, что, наверное, это английский завтрак можно назвать, кстати. 155 рублей. Big Breakfast Roll. Здесь лепешки. Вот тут сразу минус. Тут нет этой самой булочки. Внутри вот это что такое, не знаю. А, это хашбраун. Тоже хрустит, кстати. Это вот этот вот блинчик. Котлетка. Свиная пополам разделенная и разложенная вдоль бургера. Сыр-омлет. Давай пробовать. Я не знаю, что еще говорить про это. У тебя там еще и бекон. Да, бекончик, смотри. Слушай, нормально я. Ладно. Ваше здоровье. Его надо как-то из середины, пожалуй. Как же его разрезать? Давай прямо на этой штуке и разрежем. Вот он разрезик. Кстати, вот здесь вот добавлен уже кетчуп. Это не в тему, мне кажется, для утра. Боже мой, зато как в тему бекончик, а. Жареный такой, знаешь, не слюнявый. Хороший бекончик. Тут, в общем, квинтесенция всяких и минусов, и плюсов. Хашбраун. Оладушек. Вымокший нахрен. Невкусный, не в тему. В отличие от отдельно стоящего. Котлетка норм. Кетчуп не в тему. Бекон в тему. Омлетик, все остальное по стандарту неплохо. Учитывая, что омлет у меня нет возможности посолить внутри. На сэндвиче. Он, как бы, кажется пресноватым. То есть, хочется, чтобы омлет внутри был досолен. Может быть, доблестными сотрудниками Макдональдса, когда они собирают его, немножко присаливать. Было бы в тему. Так он чуть-чуть недоделанный. Ладно. Ну, в общем, не знаю. Вот этот вот, как по мне, так не очень, в общем. Бекбрекфаст тролл я бы все брать не стал. Он явно сытный. То есть, там все, что есть в маке на завтрак, оно туда внутрь положено. Но, наверное, я бы не стал. 155 рублей. То есть, ну, фреш МакМаффин, он бы бодрее. Вот в плане завтрака он какой-то поинтересней. Фу, ладно. Слушай, а мы все, в принципе, нет. Мы еще не попробовали кашу. Они еще подают кашу вот в таком вот виде. И причем каше дается не что иное, как изюм. А, вот он. Подается вот такой вот изюм. Не только изюм, а еще и клюква. Я когда открывал, честно говоря, я ожидал, что здесь будет каша заваренная на воде. А тут явно каша заваренная на молоке. И это что? Это прикольно. Каша 75 рублей, плюс вот эта добавочка 20 рублей. Но ее можно не брать. Хотите берите, хотите нет. Вот эта клюква, то есть сухофрукты, можно... За них можно не платить. Ну, а так это 95 рублей вот такая каша стоит. Ну, давай попробуем. Она вообще пресная. Просто преснейшая. То есть надо каше еще отдельно соль давать. Ну, хотя, наверное, хватит. Вообще не соленая абсолютно каша. Надо это делать с самым. Она не сахаренная, не соленая. Она абсолютно пресно заваренная. То есть надеяться на вот это небольшое количество сухофруктов, которые ты добавляешь, что они тебе там вкусы какого-то добавят. Наверное, нет. Все-таки чуть-чуть присолить ее надо. О, присолил, она стала адекватнее. По моему вкусу такая каша, она... Не подходит. Я, если дома варю, я стараюсь немножко, знаешь, ну, чуть-чуть что-либо не доварить. То есть мне нравится, когда каша не прям в хламину разваренная. Уже, ну, прям мягкая. Ее даже там не чувствуется ни хлопушки, ничего такое. Мне нравится, когда немножко чувствуется. Вот чуть-чуть вот должна структура в каше быть. Здесь это такая каша... Каша минутка вот, которая вот продается в пятерочке там, да? Вот типа такого вот. Она вот так вот заваривается. Короче, не, мне каша не понравилась. Не знаю, слишком она какая-то мягкая. Вот. Ну, в принципе, если кашу любите там, или вам положено есть кашу пресную, то, наверное, вам зайдет. В общем, вот, мы все попробовали. Честно скажу, есть что-то такое, что прям заходит. Вот мне очень нравится, да, в завтраке Магиона. А есть то, что не заходит. Это вообще нормально, потому что есть понятие вкуса, да? У кого-то он один, у кого-то другой. Например, кто-то не любит вот такие вот чабатные булочки. Вот, ну, не любит. Он меня никогда в жизни не поймет, что я их люблю. Кто-то, например, не ест свинину в принципе, да? Например, по религиозным соображениям. Или ему не нравится, например. Тот никогда не оценит котлетки свины. Вот в Маке хорошие свиные котлетки. Если вот говяжьи котлетки в Макдональдсе, как бы, ну, они, ну, стрёмные. Ну, блин, говяжьи котлетки. О какой там сочности может идти речь. То почему-то свиные у них прикольные. То есть, вот реально свиные котлеты у них вкуснее, чем говяжьи. Ну, это чисто мое мнение. Вот. Поэтому вы тоже можете не согласиться со мной на этот счет. Я говорю исключительно о своих вкусах. Поэтому, ребята, даже не пытаюсь там с вами спорить, сравнивать и так далее. Для меня завтрак в Маке – это вещь. Мне нравится. Мне нравятся котлеты. Мне нравятся булочки. Мне нравятся яйца, как они делают. Вопрос только сочетаний. В принципе, это же конструктор. Вот все эти завтраки, да и, в общем-то, обычные бургеры в Маке – это конструктор. 10 разновидностей ингредиентов, да, и 50 бургеров, которые можно так или иначе сочетать. Вот здесь вот такая же абсолютная история. Вот самое лучшее сочетание для меня, которое – это фреш МакМаффин. В принципе, МакМаффин с яйцом тоже норм, но там нет соусов, он чуть-чуть посушен. И тост в Маке зашибись. И кофе в Маке зашибись. Короче, Мак зашибись. Для меня Мак – это пятерка. Все, ребят, завтраки в Маке пока из двух обзоров, которые мы сделали, побеждает KFC однозначно. В смысле, МакДональдс побеждает KFC. А все равно непонятно, где запятая, да? Кто кого побеждает – непонятно. Короче, Мак выиграл. Пять баллов ставлю Маку за завтрак. Класс. Ну и давайте по традиции, что там, лайки ставьте, если что, нравится вам. Пую делать дальше, не нравится. Если хотите смотреть на то, как тупит по кашеварям, он, правда, и когда высыпается – тупит. И утром тупит, всегда тупит, короче. Вот. В общем, пишите комменты. Да. И как вам мой новый ножик? Клипман. Маленький такой. Складной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok